С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 13 мая, день Черноморского флота, военно-морского флота России. В этот день, 1783 году, в Ахтярскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Клокачева. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии. Эти первые 28 кораблей и стали боевым ядром зарождающегося флота. Первый штат Черноморского флота утвержден в 1785 году. Сегодня день охранно-конвойной службы МВД России, или День конвоира. В 1886 году по предписанию Александра Третьего создается служба, которая осуществляла надзор и контроль над заключенными. Через 20 лет появляется первый устав, который определяет служебные обязанности конвоиров и правила их выполнения. В 1938 в этот день приняты новые законы и правила, которыми должна была руководствоваться конвойная служба Народной милиции молодого государства. У родившихся в этот день 1221 год, 13 мая, одна из предполагаемых дат дня рождения князя Александра Ярославовича Феодоровича Невского. Сын князя Ярослава Всеволодовича, великого князя Владимирского, правнук Юрия Долгорукова и внук Всеволода Большое Гнездо. Рюрикович в 11-м поколении в 1547 году причислен к лику святых «Наше все». В 1937 год рождается Роджер Желязны, американский писатель-фантаст, автор Хроник Андера. Его романы и рассказы вошли в золотой фонд американской фантастики и фэнтези. Его произведения ставят в один ряд с такими шедеврами жанра, как «Хроники Нарнии» и «Властелин колец». В 1950 году родился Стиви Уандер. Настоящее имя Стивланд Дюткинс Моррис. Американский поп-музыкант, певец, автор песен. К несчастью, он с рождением был слепым. Дело в том, что он родился раньше срока и был помещен в специальный инкубатор для недоношенных. Из-за врачебной ошибки его очень слабое зрение совсем исчезло. Виной этому стала слишком большая доза кислорода. Но это не помешало ему стать одним из самых знаменитых музыкантов на Земле. В 1964 году рождается Алла Агеева. Не знаете, кто это? Маша Распутина, певица. В 90-е годы песни Распутина звучали, что называется, из каждого утюга. Строчки ее хитов знали многие, и на концертах песни исполнялись хором. Ну, например, отпустите меня в Гималайи, отпустите меня насовсем. Событие дня, 1598 год. Благословение Бориса Годунова на великое государство московское. Все лето окружение Годунова собирает подписи российской знати под документами в поддержку царя Бориса. И лишь 11 сентября 1598 он венчается на царство. Став царем, Годунов активизировал реформы, начатые им еще при Федоре Иоанновиче. Продолжил укрепление границ государства. При царе Годунове проникает европейская бытовая культура. Параллельно идет освоение восточных границ страны. Например, в 1603 году основан город Томск. 1754 год. Выходит указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении в Петербурге первого в России банка. Это учреждение в Российской империи с первоначальным капиталом 750 тысяч рублей. Так начинается история банковского дела в России. 1871 год. Ватикан включен в Итальянское королевство. А суверенитет Папы ограничен дворцами Ватикана, римской латеранской церковью и загородной папской резиденцией. К дворцам, которые довольно обширны, относятся также прекрасные ватиканские сады. 1913 год. В Петербурге совершают первый полет, первый в мире, четырехмоторный самолет «Русский Витязь». Его общая масса около пяти тонн. Построен он на русско-балтийском заводе по проекту авиаконструктора Сикорского. На его базе вскоре создают более совершенный воздушный гигант Илья Муромец, который использовался во время Первой мировой войны. 1927 год. В Киеве создается футбольный клуб «Динамо». «Динамо» – Киев. Самый титулованный футбольный клуб СССР. Первая зарегистрированная игра состоялась в 1928 году против «Одесского Динамо». В советский период клуб выигрывает 13 чемпионатов страны, 9 кубков СССР и 3 суперкубка СССР. 1935 год. Письмо ЦК ВКПБ о проверке партийных документов, которая усиливает начавшиеся репрессии против так называемых «врагов народа». Все это – последствия убийства Сергея Кирова. 1946 год. Выходит постановление Совета министров о развитии в СССР реактивного вооружения, согласно которому образовываются конструкторские бюро и научно-исследовательские институты по ракетной технике. Фактически происходит рождение отечественной ракетно-космической промышленности. 1956 год. После разоблачений, сделанных на 22 съезде КПСС, секретарь Союза писателей Фадеев кончает жизнь самоубийством. Он оставляет предсмертное письмо, написанное в тот же день непосредственно перед выстрелом. И там, например, можно прочесть такое. «Не вижу возможности дальше жить, так как искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством и теперь уже не может быть поправлено». Письмо большое и написано писательской человеческой болью. И последнее. 1981 год. Покушение на папу римского Иоанна Павла II, которое совершает турецкий террорист Махмед Али Акджа. Во время прохождения папского кортежа по площади Святого Петра в Риме он ранил Иоанна Павла II в живот и руку. Как позже признавали врачи, только чудом пуля не затронула позвоночник и крупные артерии. Тем не менее, хирургам с трудом удалось остановить сильное кровотечение у Иоанна Павла II. Операция длилась более пяти часов. К папе удалили несколько дециметров кишечника, а всего врачи насчитали восемь опаснейших повреждений брюшной полости пациента. Но папа выжил и через некоторое время даже встретился со своим предполагаемым убийцей. Вот как оно в жизни бывает. С вами Николай Пельненко в проекте «Дата». Субтитры создавал DimaTorzok